Избирательный участок номер 43, который находится в помещении спортивно-технического клуба «Старт», можно считать образцово-показательным. Светло, уютно, современно. Члены комиссии – преимущественно молодежь, в основном работники мозорского нефтеперерабатывающего. Но молодо не значит зеленым. В данном случае, при почете голосов, комиссия действовала слаженно и профессионально. В 8 часов вечера дорожки свернули, двери закрыли, столы сдвинули. Комиссия приступила к самому ответственному моменту. Все под строгим контролем наблюдателей. Кстати, в нынешнюю избирательную кампанию работы членам комиссии поубавилось по простой причине. Участок стал меньше на 550 избирателей. Изменилась его территориальная граница. Часть избирателей отошла к 16-й школе. На участке включено в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах, 1519 человек. Вначале подсчитали неиспользуемые бюллетени. Своебразные политические нули от тех, кто не пришел на выборы. Их оказалось немного. Под контролем были испорченные. На 43-м участке получили на рынке бюллетени 1388 человек. Открыли урну для досрочного голосования. Его лидер Лукашенко. В политическом активе 292 голоса. Как оказалось, это только начало. К Александру Григорьевичу перешли и 908 голосов основного дня выборов. Всего Лукашенко набрал 1219 голосов. Короткевич 22, Гайдукевич 58, Улахович 38. Против всех проголосовало 48 избирателей. Шесть бюллетеней оказались недействительными. Три мазыряне в урну не опустили. Прихватили собой. Все цифры занесли в протокол. Вместе с опечатанными бюллетенями он отправился в исполком. Своеобразный штаб избирательной кампании. Здесь разместилась районная избирательная комиссия. Ближе к 22-м в исполкоме оживление. Двери не успевают закрываться. Председатели всех участков несут данные. Последними, ближе к 12-ти, под аплодисменты порядком уставшей комиссии, прибыли представители участка расположенного медколледжем. Заместитель председателя районной комиссии Вероника Байкова в присутствии наблюдателей озвучила предварительные итоги выборов. После этого приняли решение заседания по итогам выборов провести в понедельник в 12 часов дня. Помещение с протоколами и бюллетенями печатали. Около него всю ночь дежурил сотрудник милиции.